Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Доминикана.про, с вами Александр Карпецкий и Оксана Кинок. Оксана – первый гость, который смог добраться до Доминиканской Республики из России, и мы решили взять у нее сегодня такое обширное интервью, узнать подробности, как вообще это все происходило. В общем, ну, наверное, Оксана лучше расскажет. Как вы вообще смогли добраться до Доминиканы и какой у вас был маршрут? Ну, это было очень все продолжительно и сложно. Сначала покупались билеты аэрофранцам через Стамбул, через Париж, потом отменялись рейсы, предлагались другие, по которым уже нельзя было по возможности без визы осуществить перелет и без вида гражданства. И поэтому я выбрала путь, который был единственный на тот момент. Это с Анталии через Цюрих прилететь в Пунта-Кано с визом. А до Анталии мы прилетели, ну, аэрофлотом. А у вас, то есть у вас есть виза европейская? Нет, этот перелет возможен без визы, так как вы находитесь в транзитной зоне, до 24 часов вы можете осуществлять перелет. Но единственное, что вы можете осуществлять перелет, только посетив одну страну из Шенгенской. То есть конечный пункт должен быть не в Шенген. Ага, я понял. То есть вы выбрали именно с пересадкой в Анталии, потому что на тот момент не было прямых рейсов в Цюрих? Да, не было прямых. Они их только планировались. Вот на сегодняшний момент я знаю, что они есть, Москва-Цюрих. На тот момент Москва-Цюрих была, и дни совпадали с вылетом с Цюриха в Пунта-Кано. То есть вы не успевали бы уже на второй рейс, и при этом нам пришлось до Анталии лететь и с Анталии уже в Цюрих. А можно так прилететь, например, в Цюрих и сидеть там в транзитной зоне, допустим, там больше, чем 24 часа? Нет, это правило обязательно. Мы писали специально запрос, в запросе четко написали. Это международное правило везде, что в транзитной зоне вы ее не покидаете, и вы не можете больше 24 часов. Мы ночевали там ночь, мы прилетели вечером где-то полуодиннадцатого вечера, а вылетали пол второго дня. В транзитной зоне есть мини-отель, который предлагает два вида размещения, то есть комнату и койка-место. Цены, конечно, дорогие. Вот за номер, мы троем еще две девушки, которые здесь живут, мы ехали с детьми, мы заплатили больше 200 долларов за ночь. Причем вы уже вот ночью приехали, и уже в 8 утра вы должны освободить. То есть буквально на 8-9 часов вот такая стоимость. Койка-место подешевле. Это получается вы летели вдвоем с ребенком? Да, ребенку 11 лет. А как у вас с языками? Потому что я знаю, что многие наши подписчики не владеют там ни английскими, ни испанскими. Я более-менее владею английским разговорным. То есть у вас проблем не было с коммуникацией? В коммуникации проблем не было, при этом мы заранее резервацию делали, букинг делали отеля. И вывески, конечно, только на английском. Вот зона транзитная, она очень маленькая в Сурихе, там все понятно, и сотрудники помогают. То есть там не как, например, в Мадриде огромный аэропорт, где там на метро нужны? Нет, 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 там очень маленький аэропорт, причем большинство магазинов, дуэти-фри, все закрыто. Там открыто только одно кафе, там один магазин, все. И народу очень мало. Но покушать можно лучше? Покушать можно, но цены довольно-таки высокие. Высокие, и в евро, наверное, да? В евро, да, все в евро. Но можешь также расплачиваться карты без проблем. Понятно. Но самый, конечно, интересный момент это то, что можно без визы добраться. Да, то есть как раньше, например, я летала через Париж, так же до 23 часов. Просто после нынешней ситуации Париж запретил летать гражданам Российской Федерации и Стамбула. Билеты вы брали на сайте swiss.com, да? Да, swiss.com, брали билеты, стоимость билетов вот на двоих туда и обратно. Причем был в лирах, потому что вы летите из Анталии. На наши деньги это где-то 140 тысяч туда и обратно обошлось. Это вместе со стыковочным рейсом или это только до Пунта-Кана и до Цюриха? Да, это Анталия, Цюрих, Пунта-Кана, туда и обратно. А, то есть это, считайте, получается у вас... 70 тысяч на человека. Туда и обратно. Ну, до этого мы покупали билеты на Аэрофранс, они стоили 96 тысяч, то есть намного дешевле. Понятно. А сейчас не смотрели, не сравнивали? А сейчас, к сожалению, не смотрела. Потому что сейчас можно уже с Москвы вылететь. Прямой рейс? Скорее всего будет еще дешевле, наверное. Ну, по крайней мере, удобнее. Ну, удобнее это точно. А как самолет сам вам больше понравился, чем наши самолеты? Самолет понравился тем, что, во-первых, было народу очень мало, но самолет был большой Боинг, то есть получается 3-4-3. То есть, например, самолет качества обычного. Единственное, очень приятно, что есть телевизор на многих языках, то есть вы не будете скучать, вы можете посмотреть фильмы, послушать музыку, поиграться. Детям дают обязательно детские наборы хорошие и также хорошее очень питание. А на нескольких языках, то есть на русском тоже? Да, да. О, здорово. Да, все новинки причем. То есть там кино, какие-то игры есть? Да, да, игры, программы, сериалы и фильмы. Здорово. А сколько людей летело самолет, ну, так визуально? Ну, я так думаю, что человек 40-45 максимально. Да? То есть из 500 мест там типа 10% только летело? Да, были свободно, поэтому мы свободно легли на место. Сразу на 3, да, места? Да, мы сидели отдельно и спокойно в полете спали. Ничего себе. Вот это интересный, конечно, момент. Комфортно. И, соответственно, нужно было всем лететь в масках. Обязательно. То есть ты сидишь, ты должен обязательно в маске. Снимать нельзя. Даже когда я спала, например, ко мне подходил сотрудник, если я проснулась, типа, оденьте маску обязательно. То есть, да, это обязательно. Следят за этим четко. Да. А когда прилетели сюда, в Пунтакану, здесь какая ситуация уже была? Ну, вообще, вот с самого начала расскажите, вот в аэропорт вы вышли, как вас там встречали, проверяли что-то? В Пунтакане? Да. В Пунтакан мы прилетели вечером, около 6 вечера, все про специально, даже заранее прилетели. Точно, минут на 15. Да, да. Мы обязательно в масках, мы пошли, чемоданы уже были готовы, то есть мы взяли чемоданы, пошли. Нас почему-то с Софией, ну, с моей дочкой не стали ни проверять, ни проверять тест, ни проверять на ленте досмотра. Потому что, когда выходишь, если не просвечивали ничего, мы спокойно буквально за 5-10 минут прошли и уже на выходе были. Ничего совершенно нам, только единственное то, что маску одевать. А вы брали с собой справки заранее? Да, конечно, мы тест заранее делали на всякий случай, но нигде, ни в Турции, ни в Сюрихе, ни в Пунтакане у нас не проверяли. Но я думаю, что это дело случая. Правительство Доминиканской республики с 15 сентября отменило обязательные вот эти справки об отсутствии коронавируса. Например, в Анталии очень сильно напряженно было по поводу масочного режима. То есть там везде всегда, мало того, что очень жарко и душно было в аэропорту, и очень много было народу в Анталии, потому что все там с Украины, со всех стран СНГ, международные рейсы, аэропорт очень маленький, народу очень было много. И там даже сидеть негде практически. Вот, и постоянно только в маске. В Пунтакане, соответственно, то есть вот как самолет приземлился, у вас до выхода уже, ну, где мы вас встречали, да? То есть у вас сколько времени это заняло? Десять минут максимум. Десять минут? Да. То есть быстро? Очень быстро, очень комфортно. Паспортный контроль мы прошли очень быстро, заранее заполнили документы в самолете. То есть проблем не составило никаких. Оксана, а из какого города вообще сами родом? Мы сами из Сибири, из города Нижневартовска. То есть получается вы из Нижневартовска добирались сначала до Москвы, потом до Стамбула, потом до Цюриха и потом... Нет, мы добирались сначала до Москвы, бежали в другой терминал, в другой терминал вылетали в Анталию, потом в Анталии ждали, ну, где-то 4-5 часов, а потом уже прилетели в Цюрих. В Цюрихе мы ночевали, мы прилетели в полдвенадцатого ночи, мы ночевали, и самолет в полвторого дня уже вылетал в Фунтакане. Окей, а сколько же у вас в общей сложности заняла дорога? Ну, давайте от Москвы. А, от Москвы, если с Москвы считать, то сутки. Из Москвы сутки, а получается, если... Полтора, нет, полтора даже, потому что разница во времени где-то полтора. Ну, они очень быстро пролетели, дискомфорта не было ни в чем, как бы все комфортно, летели с детьми, мы еще с русскими летели, там дети поменьше были, не было каких-то нареканий, или там дети ныли, или устали, как обычно. Ну, это вам повезло, дети разные были. Ну, да, ну, там девочка была, например, пять лет, моя одиннадцать лет, то есть, ну, было все более-менее комфортно. А теперь, значит, получается, когда вы возвращаетесь обратно домой, вам нужно будет на карантине сидеть? Сейчас, 23 сентября, изменились новые правила въезда для граждан Российской Федерации за границей. Сейчас мне нужно будет также тест сдать в течение трех дней после прибытия, при этом зарегистрироваться в госуслугах, но время ожидания, которое я должна ждать, результат тест, я должна находиться на карантине. Ну, сейчас есть такая услуга в аэропорту Шереметьево, что вы можете моментальный тест, за час он будет готовый, то есть, вы уже можете домой приехать, отправить на работу и не сидеть на карантине. А, то есть, суть этого карантина в том, чтобы просто дождаться результатов теста? Да, да, обязательно. Я понял. Детям, я так поняла, до 12 лет он не нужен, а взрослым обязательно, и предъявить его потом на работу, обязательно, и прикрепить в госуслуги. Ага, окей, а если нет, то там, по-моему, какой-то штраф и вроде немаленький. Ну, они говорят штраф, но какая сумма, я нигде не увидела, но, естественно, тебя и на работу без этого не имеют права, да, то есть, это нарушение будет. Еще вот, знаю многим подписчикам, интересно, есть ли в отеле еще русскоговорящие какие-то люди? Скажу одно, что в Пунта-Кане русскоговорящих намного больше, но я не могу с уверенностью сказать, что они из России именно, но, например, я познакомилась, кто-то с Америки, с Аляски, с Испанией. Кто-то здесь живет, просто приезжает на несколько дней из Танта-Доминка, да, в отель отдыхать. Я понял. Спасибо большое за то, что уделили нам время. Друзья, если у вас остались еще какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, обязательно на все подробно ответим. Оксана, еще раз большое спасибо. Спасибо вам за помощь. Будем очень рады вас увидеть в Доминикане. Надеемся, что в скором времени все наладится и увидим вас еще раз. Спасибо большое. Пока-пока.